Глава двадцать восьмая из второй книги Моисея, из книги Исход. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, Инадава, Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать, наперстник, ефод, это короткая одежда, верхняя риза, хитон, хитон это долгая, длинная, нижняя одежда, хитон стяжной, кидар, головное украшение и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона искусной работой. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан, и пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работой, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона. И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне по порядку рождения их. Через резчика на камне, который вырезывает печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и вставь их в золотые гнезда. И положи два камня сии на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота, витыми сделай их работою плетеную, и прикрепи витые цепочки гнездом. Сделай наперстник судный искусной работой, сделай его такую же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, впядень длиною и впядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд — это один ряд. Второй ряд — карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд — яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд — хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть двенадцать, по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа двенадцати колен. К наперстнику сделай цепочки, витые плетеные работой из чистого золота. И сделай к наперстнику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперстника. И в день две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперстника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам, и прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых, и прикрепи их к двум другим концам наперстника, на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь. Также сделай два кольца золотых, и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода. И прикрепят наперстник к кольцам его к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтоб не спадал наперстник с ефода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. На наперстник судный возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господни. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. Среди ее должны быть отверстия для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралась. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета во круг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко. Золотой позвонок и яблоко. По подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывает на печати, святыня Господу, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кедару, так, чтобы она была на передней стороне кедара. И будет она на челе Аароновом и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из вессона и кедар из вессона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной ноготы от чресл до голений. И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинюю собрание или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем.